Я ВИЧ-положительный с 2005 года. Настоящее имя мужчины изменено, чтобы сохранить анонимность, поэтому назовем его Александром. С вирусом иммунодефицита человек он живет уже 15 лет. Рассказывает, что заразился во время употребления наркотиков внутривенно. Друг, с которым они вместе пускали по Вене смертельную отраву, в один день сообщил, что у него ВИЧ. Александр сразу же отправился в спидцентр. Тогда мужчине даже врачи говорили, что жить ему осталось лет 5-6. Осознание того, что ВИЧ не равно концу жизни, пришло лишь в местах не столь отдаленных. С 2010 года мужчина принимает терапию. В республиканский центр СПИД ежедневно приходит по 20-25 человек, чтобы сдать анализы на ВИЧ. До выпуска фильма «Юрия Дудя» эта цифра составляла 7 анонимных пациентов в день. Сдать анализы можно двумя способами. Через слюну и получить результат буквально через 20 минут. И через сдачу крови внутривенно. Результаты будут известны на следующий день. Все это при желании проходит анонимно. Вот этот пул заражающихся людей ВИЧ-инфекцией – это возрастная группа, 30-50 лет, представляете? Вроде 30-50 лет – это уже, я не знаю, взрослые люди, состоящие в браке или живущие в гражданском браке, уже понимающие смысл жизни, имеющие работу, образование и так далее. А обращаются часто вообще? Часто. Провести анализ можно и в домашних условиях. Проблема – лишь найти эти самые экспресс-тесты. Нашей съемочной группе пришлось объездить несколько аптек. Как выяснилось, после фильма «Юрия Дудя» спрос на тесты вырос. Вот только сейчас наблюдаются проблемы с поставками. Экспресс-тесты на ВИЧ бывают двух типов. Первый тип – это через слюну, как в фильме «Юрия Дудя», а второй тип – это как у нас через кровь из пальца. Сейчас мы проведем все необходимые процедуры и через 15 минут узнаем мой результат. Провести дома экспресс-тест сможет любой. В инструкции все подробно рассказано. Тест на ВИЧ, в принципе, схож с тестом на беременность. И там, и там о результате вам расскажут появившиеся полоски. Если же, допустим, я бы был ВИЧ-положительным, то у меня появилось бы две полоски. Есть всего три основных способа получения ВИЧ-инфекции. Однако специалисты уверяют, что при постоянной терапии ВИЧ-положительные не несут угрозы для своих партнеров. Они могут также иметь здоровых детей. Важно знать, что вирус иммунодефицита человека не передается через общение, бытовые предметы, поцелуи или какими-либо иными способами. Зачастую именно незнание порождает в обществе дискриминацию ВИЧ-положительных. По Казани мы имеем порядка четырех с половиной тысяч ВИЧ-инфицированных. Особого роста мы не наблюдаем. В Татарстане постоянно ведется борьба с распространением вируса и иммунодефицита человека. Кровь ВИЧ-положительных изучают в лаборатории в Казани, чтобы понять, помогает человеку лекарство или нет. Врачи уверяют, что если зараженный идет на контакт с ними и сотрудничает, то это позволяет быстрее подобрать правильную терапию и тем самым сохранить жизнь. Регулярный прием таблеток позволяет, как говорится, дышать полной грудью, полноценно жить и уберегает инфицированных от СПИДа, который, в свою очередь, уже представляет смертельную опасность. Артем Логвинов, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.